добрый день суток всем кто смотрит мой канал сегодня у меня немного необычный формат я решил это видео посвятить ответом на вопросы моих зрителей моих подписчиков так как много моих зрителей моих подписчиков пишут в комментариях вопросы задают мне вопросы они не всегда успеваю отвечать так как когда я материал выкладываю мне уже времени не остается для того чтобы отвечать на вопросы я решил записать вот это отдельное видео я буду отвечать на вопросы моих зрителей и моих подписчиков в этом видео еще будет несколько значит моих заявлений кроме того есть новости с которым я с вами поделюсь так сказать обо всем по порядку сперва хочу сказать что я готовлю очень большой так сказать объемный материал сюжет об истории рвс ракетные войска стратегического назначения и самых-самых значит истоков готовы значит объемный такой материал я уже наверное если не ошибаюсь наверно вторую или третью неделю как минимум вторую неделю уже огромное количество архивных материалов изучал исторических событий материалов и так далее тому подобное очень сильно углубился в историю сама сама начало ракетного вооружения начались всегда изучил то что моя профессия у меня специалист по вооружению всех родов из всех видов ясно что и ракетные вооружения это моя профессия всегда знал хорошо изучал но когда готовишь объемный такой материал приходится очень очень много таких исторических фактов значит углубляться настолько в истории уже не скажем моя часть моя профессия непосредственно сама сами виды вооружения но в этом сюжете я не только буду рассказывать об непосредственно конкретном типе например ракетного оружия тактико-технические характеристики и так далее тому подобное но все всю вот эту историю как она создавалась и применялась и т.д. и т.п. и изучаю изучил наверное бесконечное ну немыслимое количество архивных материалов исторических фактов исторических сведений действительно это будет многосерийный много выпусковый многосерийный сюжет я буду постепенно выкладывать и поверьте сам столько столкнулся со столькими интересными фактами которых с которой скажем раньше наверное даже мне были неизвестны и поверьте сюжет будет очень объемными его скоро выложу я еще готовлюсь к первой части еще первую часть готовлю а эти столько интересного будет надеюсь и думаю что не разочарую моих зрителей моих подписчиков поэтому поверьте вы сюжет будет очень интересным очень объем много там исторических фактов в общем много много чего интересного кроме того я обещал что был до этого я выложу видео как и обещал подготовки танковых экипажей вооруженности азербайджанской республики готовлю сейчас и этот сюжет и по мере того как я собираю информацию выложу значит это видео об этом кроме того хотелось бы сделать стоя такое заявление я готовлю хочу на моем этом youtube канале скажем так открыть рубрику или начать мою авторскую программу о которой я давно давно мечтал дело в том что например после окончания холодной войны после развала советского союза огромное количество очень стратегически важных интересных объектов которые разбросаны на разные на разных которые находятся на разных концах земного шара есть оказать очень много заброшенных военных объектов стратегически важных военных объектов которые просто неописуем их Просто нужно реально пойти, снимать, показать, изучить прямо на месте. Огромное количество таких объектов, они разбросаны по всему миру. Например, легендарная радиолокационная станция ЗГРЛС, за горизонтная радиолокационная станция РЛС Дуга, которая находится в городе Припяти, рядом с Чернобылем. Или, например, запрошен на подземную авиабазу Желева, объект 505 Клэг, о котором я рассказывал на моем этом канале. Есть сюжет об этом военном аэродроме, который просто потряс меня этот объект. Наверное, в моей жизни много было моментов, вещей, которые меня в жизни потрясли. Но вот этот подземный аэродром, наверное, меня очень сильно потряс и повлиял очень сильно на мою дальнейшую жизнь. Это подземная авиабаза. Я действительно мечтаю оказаться в Хорватии, зайти внутрь этой авиабазы, изучить непосредственно. Несмотря на то, что я очень-очень много исторических сведений, очень-очень много данных, сведений достал об этой авиабазе, но все равно, одно дело вот так рассказывать, изучать, другое дело на месте изучить, зайти внутрь и так далее. Вот таких объектов в мире, например, объект 825 КТС Палаклава, который находится на Крымском полуострове, база подводных лодок военно-морской флота, военно-морских сил, вооруженных сил Советского Союза. Вот таких заброшена авиабаза Баянтал, которая находится, например... Черт, блин, откуда же Чингис Хамбл? Ой, боже, черт, откуда же Чингис Хамбл? Что же со мной творится? Откуда же Чингис Хамбл? Да, не в Татарстане, это откуда же Чингис Хамбл, черт. А где же он находится? Ну, в общем, я сейчас забыл, что же со мной творится. Наверное, устал, работал много. В общем, в Монголии, да, точно, в Монголии, например, заброшена авиабаза Баянтал. Действительно уникальный стратегический объект с очень уникальной историей, с очень важным значением для мировой истории. Он действительно во время холодной войны сыграл огромную роль. Это авиабаза Баянтал, которая сейчас заброшена и находится в пустыне в Монголии. И, кроме того, в Германии есть супер такие объекты, которые, ну, эти объекты достойны, чтобы подробно о них рассказывать. Особенно я вот смотрю на русскоязычном, на русском языке. Информация о таких объектах, скажем, весьма мало. Особенно объектах, которые находятся на западе. Например, в Германии легендарный испытательный полигон и научно-исследовательский центр Пенемюнде, Пенемюнде-Вест, где проектировались и строились крылаты ракет V1, Вергель Тунгсва, V1, V2, V2, Вергель Тунгсва, V2, Оружие Возмездие 1, Оружие Возмездие 2, соответственно. Кстати, о них я и как раз тоже готовлю. Очень объемный, интересный материал и сюжет. И вот у меня действительно есть такая цель, мечта. Иметь возможность снять это, рассказать о них, выложить видео на моем вот этом YouTube-канале, открыть мою авторскую программу, подробно о них рассказать. Потому что очень-очень многие люди есть, которым все это интересно, но информация весьма скудна. Например, падим на авиабазе Желява, объект 505 КЛЭК. На русском языке, наверное, этот материал выложит только я. И еще есть маленький сюжет в программе «Заброшенные инженеры». Ну так, поверхность рассказывающая. Только эти два сюжета. Мой сюжет и канал National Geographic, по-моему, снял. По-моему, Discovery National Geographic, рубрика, там, сериал двух сезонов есть. То есть, забыто о инженерии, о самых разных заброшенных объектах. Вот, кстати, поверхность, там просто про эту авиабазу рассказывают. Но, если у меня будет возможность быть там, оказаться, полететь туда, снять это все на весь. Поэтому, ну так как, скажем, мне все это не по карману, если найдутся наши спонсоры или люди, которые захотят сотрудничать, или спонсоры, или сотрудничать на разном формате, можете связаться со мной. Если у меня будут спонсоры, и с точки зрения материально-тенежных финансовых средств, этот вопрос удастся мне решить, то я с удовольствием эту мою мечту, наверное, воплощу в реальность. Тем, кроме того, скоро, в ближайшее время я в описании моего YouTube-канала, значит, открою, скажем, как правильно называется, наверное, банковские счета, или как там называется, сейчас не помню, как правильно называется сейчас, по-моему, банковские счета, или, в общем, и информацию об этом выложу в описании моего YouTube-канала. Если захотят найтись люди, которые захотят помочь моему каналу, на что я буду прямо много благодарен, вот, можете просто отправить деньги на указанном, на указанном, скажем, банковском адресе, или банковский, что там называется, или, если будут люди, которые захотят, скажем, сотрудничать следующим образом, если есть владельцы каких-то охотничьих клубов, или магазинов, или, предположим, владельцы какого-то предприятия, которое, допустим, выпускает, скажем, охотничьи ножи, предположим, и они захотят свой товар рекламировать, ну, без проблем, они могут отправить мне, можем на таком формате сотрудничать, я в моем YouTube-канале сделаю обзор на эту тему, то есть, я еще и специалист по холодному оружию, можем сотрудничать на таком формате, я могу сделать обзор вашего товара на моем YouTube-канале, подробный обзор, можем сотрудничать, вы отправляете мне товар ваш, я могу делать обзор на моем YouTube-канале, можем на таком формате сотрудничать, в любом случае, контакты, можете меня найти в соцсети, если найдутся люди, которые захотят сотрудничать, можете связаться со мной, я готов к сотрудничеству, в любом случае, если найдутся люди, которые захотят финансировать, помочь моей идеей, реализовать мою авторскую программу, то, уверен, будет и мне хорошо, и моим зрителям будет интересно, потому что я, во-первых, реализую свою мечту, с денежной точки зрения, у меня нет возможности, скажем, полететь в Хорватию, например, купить новую аппаратуру, электронику, так как для того, чтобы уже снять, там нужна абсолютно другая аппаратура, поехать туда, пожить там несколько дней, снять все это среди денег, которые мне все-таки не покормлено. Тем более, я всегда гордился тем, что мой канал, он абсолютно объективный, независимый. Я всегда вот этим гордился, несмотря на то, что объективность, это вещь, которая действительно, с некоторой точки зрения, дорого обходится, дорого стоит человеку, его объективность, но все-таки, я всегда моей объективностью гордился, и для того, чтобы я мог позволить себе роскошь, быть объективным, мне нужно с материальной, финансовой точки зрения, быть, конечно, независимым, поэтому, если мой канал будет оказан на помощь моему каналу, я буду только рад, и это только будет способствовать моей независимости и объективности. Объективность я буду всегда, но для того, чтобы мой канал быть действительно независим, я буду при много благодати, если действительно найдутся у меня зрители, которые захотят сотрудничать со мной, я скоро более подробно скажу, как именно можно связаться, помочь моему каналу. Ну, это так. Сейчас, та часть, как я и сказал, сейчас хочу ответить на вопросы моих зрителей, подписчиков, действительно много вопросов накопилось, поэтому я решил делать отдельное видео. Начну с вопроса моего зрителя, Ямач Таев, он, наверное, неделю или две недели назад, я сейчас не помню, неделю, не две недели назад, может, неделю назад, по-моему, задал мне такой вопрос, не хочу ли я, были ли у меня мысли, если граница откроется, побыть в Азербайджанский, поехать в Азербайджанский республику, там снять репортаж, там материал и так далее, и тому подобное. Скажу так, как сказал, ну, оператор так, как сказал недавно бывший, нет, первый президент Армении, бывший президент, ну, первый президент Армении, Левон Акович, Терпетросян, Терпетросян, рано или поздно, армяне, турки, азербайджанцы, должны будут дружить. Ну, если я не ошибаюсь, я сейчас до слова не помню, как он сказал, но мысль такова. Я действительно сам привержен этой идее, этой мысли. Вот, если уж объективно говорить, то я всегда считал, что самым разумным и безальтернативным вариантом для двух народов, азербайджанцев, армян, турок. Самый разумный, безальтернативный, это, конечно, тружка. Особенно это необходимо Армении, потому что особенно сейчас в ситуации, в которой оказалась Армения, скажем, продолжать быть в окружении, скажем так, и в изоляции, если, чтобы ни грубо, ни звучало, но дальше существовать с закрытыми границами для Армении, это будет очень-очень-очень сложно, очень-очень трудно, очень-очень, я считаю, неэффективно, даже очень-очень-очень, нежелательно для Армении дальше продолжать жить с закрытыми границами, с двумя соседями, это Азербайджанская республика, Турецкая республика. Я считаю, что дружбой не может быть альтернативой, и одна из сторон все-таки должна сделать первый шаг для нормализации отношений трехсторонней, трехсторонней это республика Армения, Азербайджанская республика и Турецкая республика. Если будут границы открыты, если армянские власти, правоохранительные органы спецслужбы не будут иметь ничего против, если это будет разрешено, если законодательство Армении будет разрешать, если границы будут открыты, и это будет разрешено армянским властям, то никаких проблем я не вижу. Конечно, если еще финансы с финансовой точки зрения это будет мне по карману, потому что я в Севане сейчас не могу поехать, то что в соседние страны, но если границы будут открыты, если армянские власти, правоохранительные органы спецслужбы, конечно, это разрешат, это будет разрешено официально властями Армении, это не будет противоречить уголовным кодексам законодательства Армении, это будет все разрешено законом, властями Армении, это будет правомерно, то никаких проблем, лично я не вижу, наоборот, я считаю, что необходимо делать первый шаг, необходимо пожать друг другу руки, друг другу руку необходимо пожать, и я считаю, что нужно начать новую страницу в истории армяно-турецко-азербайджанских отношений, я считаю, что это без альтернатив в первую очередь необходимо самой Армении, если уж на чистоту говорить, тем более, что я с глубоким уважением отношений ко всем народам, это азербайджанский народ, турецкий народ, грузинский народ, русский народ, никаких проблем при, я не вижу, никаких, скажем, тем более, что межнациональная ненависть и неприязнь я всегда осуждал, что не допустим, недопустимо, неприемлемо, значит, иметь какие-то национальные, скажем, какие-то предубеждения или межнациональную неприязнь я вообще осуждаю, даже так, я считаю, что тем более, я всегда с самого моего детства я вообще удивлялся, почему? Вот азербайджанский народ и армянский народ, живут они в одной стране, жили 70 лет в одной стране, которая называется Советский Союз, 70 лет, извините, скоро что-то попало, 70 лет азербайджанский народ и армянский народ жили в одной стране, 70 лет, это почти один век, 70 лет, вместе, азербайджанский народ и армянский народ прошли через самый большой кошмар в истории мировой цивилизации, в истории человечества, это Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, самый большой кошмар в истории человечества, Вместе два народа противостояли внешней угрозе. Вместе прошли через этот ад. Потом началась холодная война. Холодная война это без пяти минут. Третья мировая война. Третья мировая война, ну это ядерная война. Это уже конец света. И к концу света, а по крайней мере нескольких эпизодов было в истории холодной войны, когда действительно мир стоял на грани полного уничтожения. Достаточно сказать, карибский кризис. Ракетный кризис, карибский кризис, связанный с отправкой советских баллистических ракет средней дальности на остров Куба. На Кубу, когда по приказу Никиты Сергеевича Хрущева, вооруженные силы Советского Союза разместили на Кубе баллистические ракеты средней дальности. С ядерными боеголовками, которые были нацелены на Соединенные Штаты Америки. Мир был на грани Третьей мировой войны. Третья мировая война это ядерная война. А с учетом того, что я, например, для стратегического ядерного оружия Азербайджанская республика, и Республика Армения, можно сказать, одна цель, представляете, для стратегического ядерного оружия, перед ядерным оружием все народы, все страны в этом регионе, это Крузия, Республика Крузия, Советская Республика Крузия, Советская Азербайджанская Республика, Советская Республика Армения. Все они, это одна цель для стратегического ядерного оружия. Достаточно сказать, что тогда уже на холоной войны у Соединенных Штатов Америки были атомно-подводные ракетные крейсеры, тактика стратегического назначения, такие как, допустим, например, Огайо, который несет 24 межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными, с боевыми частями и боевыми блоками индивидуального наведения. Каждая может нести либо 14 ядерных боеголовок мощностью 100 килотонн, либо она несет 8 боеголовок, если на наш разнообразоваться, V-88 мощностью 475 килотонн. То есть каждая межконтинентальная баллистическая ракета несет 8 боеголовок мощностью 475 килотонн каждая, и атомный подводный ракетный крейсер тактико-стратегического назначения, типа Огайо, у тебя 24 такие ракеты, 24 умножить на 8. Представляете, что это за мощь? Это полсаветского союза сотрет с лица земли. И перед такой угрозой два народа, азербайджанский народ и армянский народ, они стояли вместе и проходили через все вот эти кошмары, а это действительно кошмар. Например, я еще раз говорю, Карибский кризис, спитый карельский, Боинг, когда действительно Рональд Рейган снова объявил Советский Союз империи зла, призывал пойти на Советский Союз, против Советского Союза на крестовой поход пойти. Ну, ясно, что угроза висела над всеми советскими республиками народом. Ясно, что над азербайджанским и армянским народом эта проблема была. Эта угроза висела. И два народа через это прошли. Война в Афганистане тоже. Два народа прошли вместе. Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. Эта угроза тоже сейчас кто-то скажет, причем тут Чернобыль и... Нет, Чернобыль это катастрофа человеческого масштаба. То есть на уровне Чернобыль это всеобщая катастрофа. По крайней мере, на этом континенте это уж совершенно точно. И два народа через это проходили вместе. То есть не так, чтобы если это было в Советской Украине, причем тут Советская Азербайджанская Республика, Советская Республика Армян. Нет, это катастрофа для всего Советского Союза, для всех советских народов. И через это два народа прошли вместе. Дружили. 70 лет жили бок о бок. Большая такая община армянская была. Советская Азербайджанская Республика. Азербайджанская община была Советская Социалистическая Республика Армения. И два народа действительно жили, дружили. Практически торговались друг другом. Вот у меня, например, родственники были, которые жили в Ичеване. И в советское время торговались, там, ковры шили, вязали ковры, как правильно говорить, изготавливали ковры, вязать, я сейчас не знаю, как правильно, наверное, вязать ковры. Ну, изготавливали ковры и вот эту ручную работу. И ехали, я сейчас попытаюсь вспомнить, куда... В Казах, по-моему, да. Если я не ошибаюсь, в Казах ехали. Это уже Советская Азербайджанская Республика. Там продавали свои изделия, ковры. То есть торговали и жили бок о бок. Поэтому я считаю, что необходимо пересмотреть отношения между теми странами. Кто-то должен сделать шаг. Потому что бесконечно вот так воевать, бесконечно враждовать. Это безумие. Тем более примитивные. В 2000 я сейчас попытаюсь вспомнить, это какой год. По-моему, да. В 2018 году, например, я отдыхал в Республике Грузия. В Уреки. Я когда выходил там, азербайджанцев и армян было больше, наверное, чем самих грузин в Уреки. Я, наверное, не преувеличиваю. Вот у меня действительно такое мнение, что в Уреки, это только Уреки. А есть еще и Батуми, есть еще что-то. Кутаи, я сейчас не помню, где еще. Ну, например, Батуми еще есть. На этих вот курортах, на этих пляжах, летом больше азербайджанцев и армян, нежели грузин. То есть и там, мало того, что два народа живут рядом, по кубок и деться некуда. А если деться некуда, то нужно найти общие точки соприкосновения, найти общий язык, найти, скажем, возможность совместного существования. Потому что, знаете как, невозможно поменять место дислокации этой или той страны. Не получится. Ты не можешь Богу пожаловаться, скажем так, и поменять географическое расположение своей страны, своего государства. Не получится. Ни у той, ни у этой страны. А раз уж так, нужно найти общие точки соприкосновения. Бесконечно враждовать, это, я считаю, безумие. Тем более, что азербайджанские и армянские общины есть в разных концах земного шара. Например, в Российской Федерации огромное количество азербайджанцев, азербайджанская диаспора и армянская диаспора. Представляете, что будет, если, дай Бог, скажем там, будет межнациональная вражда. Во Франции тоже немалая такая община. В республике Грузия есть деревни, где только армяне и азербайджанцы. Есть деревни, где армяне, деревни, где азербайджанцы. Там действительно республика Грузия большая такая община. В других постсоветских странах. Поэтому что-то там, какая-то стычка обострения происходит на границе. Это распространяется по всему Азербайджану и армянскому миру. То есть на разных концах земного шара, где азербайджанцы и армяне, это обострение распространяется и на них. На разных концах земного шара происходят какие-то стычки и так далее и тому подобное. Поэтому все вот это, я считаю, неприемлемо. Нужно найти общий язык. Поэтому, если уж отвечать на вопрос моего зрителя или подписчика Ямач Таев, то с удовольствием никаких проблем не вижу. Если границы будут открыты, если армянские власти это разрешат, армянские спецслужбы это разрешат, армянские правоохранительные органы это разрешат, если у армянских властей не будет никаких претензий, если Армения как государство это разрешит, и это будет соответствовать конституции и законодательству Республики Армения, никаких проблем я не вижу. Тем более, что я очень сильно интересуюсь архитектурой. У меня есть очень большая страсть к проектированию, к архитектуре. Люблю архитектуру, особенно архитектуру, которая... Во-первых, архитектура для меня это... У каждой страны своя индивидуальная, очень уникальная архитектура. Свои здания, городские постройки и так далее, и тому подобное. Есть особенно, я люблю и уважаю, когда у нации своя индивидуальная архитектурная почерк. Это вообще я особо уважаю, люблю, и всегда поклонялся перед немецкой и английской архитектурой. У немцев и у англичан, британцев, у них индивидуально своя архитектура. Я вот когда смотрю на азербайджанскую архитектуру, меня всегда это поражало. Ну, во-первых, Баку, если честно, для меня это как музей под открытым небом. Потому что я, когда в Ютьюбе видео, например, смотрю улицы города Баку, это как смешение кавказского, ну как, например, в Грузии, да, кавказского и европейского. Потому что у города Баку своя очень интересная архитектурная почерк. Всегда, если уж честно, интересно было и хотелось бы увидеть Ичерисшехэр. По-моему, называется Ичерисшехэр, насколько я знаю, это называется внутренний город. Всегда было интересно увидеть Ичерисшехэр, девичью башню, там башни, пламенные башни, вот эти три башни, которые в центре Баку стоят, вот как смотришь, так как у меня страсть к архитектуре, поражает вот эта форма в виде языков пламени. Вот это интересно очень, особенно Ичерисшехэр, по-моему, называется внутренний город. Или старый город, или внутренний город. По-моему, называется так, Ичерисшехэр. С удовольствием, как туристы, пройдусь по улицам города Баку, без проблем. Особенно, еще раз говорю, это вообще, выездить Ичерисшехэр всегда мечтал. Поэтому, если уж отвечать на вопросы, отвечать честно, то никаких проблем не уже есть, если это будет разрешено армянскими властями. Это, и, конечно, с удовольствием сниму видео, и, не знаю, на моем YouTube-канале, может, не выложу, потому что у меня формат все-таки другой. Если быть, это какой-то заброшенный объект, который так и иначе представляет из себя какую-то стратегическую ценность, например, это военная авиа, вот тогда. Но улицы просто так снимать и выкладывать видео, это просто не формат моего канала. Но если быть такие объекты, которые будут, скажем, в открытом доступе, закон будет разрешать снимать их. Допустим, это будет какая-то заброшенная военная база или военный объект заброшенный. Ну, как, например, радиоакционная станция Тарел, которая находится в Чернобыле. Ну, в городе Припяти рядом с Чернобыль. Это же заброшенный объект, секрета из себя не представляет. Если быть такие объекты, вот с удовольствием сниму и с удовольствием выложу на моем YouTube-канале. Ну, улицы просто снимать, это не формат моего канала. Но, опять-таки, побывать как турист без каких-либо проблем, я еще раз скажу, я сторонник урегулирования отношений. Я альтернативы урегулирования просто не вижу. Сейчас другой подписчик мой задает у меня вот такой вопрос. Каким я вижу судьбу Нагорного Карабаха? У меня есть видео на моем YouTube-канале, где я подробно об этом говорю, рассказываю. Чтобы тоже самое не повторять, поверхностно отвечу на этот вопрос. И, значит, если есть желание, можете на моем этом YouTube-канале посмотреть мое это видео. Это, кстати, по-моему, так и называется. Будущее Карабаха, если я не шлось, ведь в моем видео так и называется. Ну, так как хотя бы поверхностно отвечу, без уважения к моему зрителю и подписчику, каким я вижу судьбу Нагорного Карабаха. Я реалист, я никогда лицеприятной ухолоскательной речи не приносил. То есть ухолоскательной речи я всегда наоборот осуждал. Как говорит Юрий Владимирович Андропов, бывший председатель КГБ Комитета Государственной Безопасности Советского Союза, не говорите мне то, что я хочу услышать, говорите то, что есть. Если по факту то, что есть, я слазь только на факт, что есть. Судьба Карабаха, если уж реально, объективно говорить, то невозможно представить другой сценарий, кроме как, если быть реалистом. Чтобы мой ответ не слишком-таки казался резким, скажу так. Есть ли с точки зрения фактов? Нагорный Карабаха уже почти полностью контролируется Азербайджанская республика. Есть, например, Степанакерт, армяне называют Степанакерт, азербайджанцы называют Хангенди. Для того, чтобы никого там не объективно, армяне называют Степанакерт, азербайджанцы называют Хангенди. Вот Степанакерт, который считался столицей Нагорного Карабаха, причем считался, потому что Нагорный Карабах, это понятие республики Арцах, уже фактически ничего не осталось. Степанакерт, он сам окружен. Здесь сидит Арейко Владимирович Артюняк, когда я его вчера увидел, что он в Ереве. Я вообще удивился, как... Хотя потом вспомнил... Вспомнил... Сперва удивился, что он вообще смог приехать, а потом вспомнил, что там российские миротворцы есть. Это я к чему? Сам Арейко Владимирович Артюняк пересекает границу благодаря российским миротворцам. Азербайджан, Нагорный Карабах, та часть Нагорного Карабаха, которая находится под контролем армянской страны, она фактически в окружении. Есть две пути, две трассы, которые ведут Нагорный Карабах. Это самая главная дорога через Лачин. И, значит, дорога, которая через Вартылиса ведет в Кельбаджар. Ну, сам Кельбаджар тоже под контролем Азербайджанской республики. Лачин под контролем Азербайджанской республики. Въезды, выезды в Нагорный Карабах контролируются вооруженными силами Азербайджанской республики. И ПГС... ГПС, государственная пограничная служба, Азербайджанская республика контролирует. Армянская страна заходит, входит и выезжает, выходит, въезжает и выезжает благодаря российским миротворцам. Если уж по факту. Вооруженными силами Азербайджанской республики открыли и обосновали очень много военных баз в самом Нагорном Карабахе после войны. Вооруженными силами Азербайджанской республики уже столько раз, я об этом говорил, бесконечно расширяют свою войну мощь. Столько их стран уже закупают вооруженную технику, начиная с Канады, заканчивая там, например, я не помню, рассказывал, нет, в этом году вооруженную силу Азербайджанской республики в Канаде получили бронеавтомобиль повышенной проходимости Титан. У Канады заклады вооружены в Турецкой республике бесконечное количество. Вооруженную силу Азербайджанской республики только у Турецкой республики в этом году столько вооружений, военетехники закупили, это еще и недавно не подписанный контракт с Эльчуком Байрактаром, президентом или председателем президентом компании Байрактар Макина, который позволяет Азербайджанской республике наладить лицензию на производство разведывательных и дуарных титерных аппаратов Байрактар ТБДВ, которые одни из самых лучших в мире в своем классе. Вооруженную силу Азербайджанской республики разы-разы до войны они превосходили в вооруженные силы в республике Армения, при том, разы превосходили, но после войны Армения фактически как-то вооруженных сил не осталась, это ни для кого не секрет. Армения потеряла 90% в своей военной технике. Азербайджанская республика наоборот наращивала свою военную мощь. То есть до войны военный баланс между двумя странами был нарушен по улице Азербайджанской республики. После войны и подавно скажем, этот баланс в пользу Азербайджанской республики потерпел перевес в разы этот баланс был еще больше нарушен в пользу Азербайджанской республики. Поэтому если уж по факту Азербайджанская республика только в Нагорном Карабахе в этом году столько военных паз новых открыла республика Армения армянская страна она новую тяжелую военную технику вооружения в Нагорный Карабах больше не сможет не может отправлять. Ясно что вооружение Северной Азербайджанской республики несмотря на российских миротворрицев просто не позволят армянской стране вооруженным силам республики Армения армия rejection просто не позволят из Армении передислоцировать в Нагорный Карабах тяжелую войну техник то есть въезд тяжелой войны техники вооруженности ической республики Армения в Нагорный Карабах он уже закрыт. Чуть что в азербайджанской республике в Нагорном Карабахе, мало того, что баланс сил вооруженных сил нарушен в пользу Азербайджанской республики, а в Азербайджанской республике в Нагорном Карабахе бесконечно новых войнных паз, каждую неделю новую войну пазу открывают в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджанской республики. А у армянской стороны больше, скажем, 98% военной техники, где там 98% всей военной техники, которая была в Нагорном Карабахе, даже 99%, Если не сказать 100%, то как где-то 90-10% все военные техники, вооруженные силы республики Армения потеряли. Вся армянская техника, 90-10%, она была уничтожена в последней войне. Новая, в новую войну техника, ну, во-первых, у Армении нет новой техники, но если даже и будет Армения, где-то там закупит, получит так и тому подобное, то Армения сможет в Нагорный Карбах отправить новую тяжелую войну технику. Мощные такие вооруженные формирования, вооруженные части, вооруженные силы республики Армении, Армения, республика Армения сможет Нагорный Карабах отправить. Поэтому чуть что Азербайджанская республика запросто может без каких-либо проблем закрыть вот эти два прохода, Лачинский проход и Кельбаджарский проход, и та часть Нагорного Карабаха, которая остается под контролем армянской стороны, она просто будет отрезана, и ничего, тем армянам, которые сейчас находятся на Горном Карабахе, Степанакерти, допустим, да, которые Азербайджанская от Ханкинди, Армяне Степанакерти, Азербайджанская от Ханкинди, вот из Степанакерти все, что останется армянам, живущим в Степанакерти, сжечь свои дома, даже сжечь не успеет. Просто там оставят и, скажем, попросив гуманитарный коридор в Азербайджанская республика, просто поедут в Армению, и все. Сейчас все это не делается, благодаря только российским миротворцам. То есть этот сценарий сейчас не воплощается в жизнь только потому, что там есть российские миротворцы. Райские миротворцы. Райские миротворцы там все-таки не вечные. Это по полной... Ну, ясно, что уже объяснять не приходится. Рано или поздно, вот мне кажется, ну, нереально, что... Вот я вот думаю, вот я президент Республики Армения, что я могу сделать? У меня нет шансов удержать. Есть один шанс, есть один вариант, ну, это найти общий язык с Азербайджанской республикой, договориться как-то. Но силы удержать, во-первых, Армении, вооруженности Армении на республике Армении не боеспособны. Бесконечное количество у меня видео есть, я подробно рассказываю, почему, и так далее, и тому подобное. Постанет войну мощь, то войны Азербайджанская республика превосходила республикой Армении военной мощью в разы. После войны, сами понимаете, только что объяснил, что Армения потеряла... Вооруженность всей республики Армения потеряла... Ария республики Армения потеряла где-то там 90% всей своей военной техники. Ну, это, значит, не боеспособно для этого, чтобы остаться год и год и год и год и долгие годы. Не нужны эти годы у республики Армения. Нет, силы, конечно, не повоюешь, не удержишь. Российские миротворцы там не вечно. Поэтому я все-таки удивляюсь на тех политиков армянских, которые говорят, о, на горном карабах, в арцах есть там будущие. Только я вот не понимаю этих людей, если честно, вот как они это вот видят, будущее. Если сейчас там Степанакерт не занят вооруженным симмой Азербайджанской республики, только потому, что российские миротворцы там есть. Если российских миротворцев там не будет, это сценарий взятия Степанакерта, который Армения называет Степанакерт, азербайджанская ханкенди. Вот взятие Степанакерта, ну, вопрос считанных часов. Как они представляют, а российские миротворцы все-таки там не вечны. Вы сами знаете, через 5 лет контракт, нужно заключать новый контракт, и так далее, и тому подобное. А если контракт этот может быть заключен, и только в том случае, если это будет двухстороннее соглашение, и Азербайджанская республика должна дать свое согласие на присутствии российских миротворцев. А если не даст, то российские миротворцы нужны будут покинуть, если Нагорный Карбах покинут, то республика Армения останется в Азербайджанской республике один на один. Ну, я сказал, силы все-таки не равны. Еще про Турецкую республику не говорю сил, так что не равны. Поэтому, наверное, мне кажется, я все-таки ответил на вопрос моего зрителя и подписчика. Кроме того, я обещал новостную часть на моем этом YouTube-канале. Я еще, наряду со всем этим, еще и готовил сюжет, я внимательно слежу за событиями в Южно-Китайском море, где действительно разворачиваются очень серьезные, серьезнейшие события. Есть очень серьезная тенденция к обострению. Китай, Китайская народная республика, создает искусственные острова вокруг архипелага Спратли и Поросильские острова. Спратли, что это такое? Это архипелаг. Ну, знаете, что это архипелаг. Это много островов рядом с друг другом, называется архипелаг. Спратли это архипелаг в Южно-Китайском море. Этот архипелаг оспаривается шестью странами. Это Тайвань, это Китайская народная республика, это Вьетнам, это Малайзия. Малайзия, кстати, очень сильная страна в этом регионе. Это Филиппины и это Бруней. Вот из шести этих стран, они оспаривают принадлежность острова архипелага Спратли. Если я не ошибаюсь, на моей памяти, где-то там 45% остров этого архипелага занят половина, половина занята вооруженными силами Вьетнама, половина вооруженными силами Китайской народной республики, Китая, и половина занята вооруженными силами Малайзии. Малайзия это очень сильная страна с точки зрения вооруженной мощи в этом регионе. Каждая из сторон претендует на эти острова. Этот архипелаг, который называется Спрадли. Китайская Народная Республика решила перебегнуть к очень хитроумному замыслу или плану. Она создает искусственные острова возле этих островов Спрадли. Что такое искусственный остров? Там мелководье, то есть там относительно неглубоко. Возле этого архипелага я имею ввиду. Китайские специальные корабли, загруженные песком, подплывают к этому мелководью и начинают вплескивать или насыпать песком, тонны песка. На этой мелководье и постепенно, по прошествии времени, когда этот процесс продолжается, новые корабли, загруженные песком, подплывают и начинают там рассыпать песок. Поднимается уровень над водой и уровень песка поднимается над водой уже, с подводного положения над водой. То есть, ну, усыпается песком, постепенно уровень поднимается и создается, по-моему, это понятие искусственный остров. Китай вот таким образом создал несколько искусственных островов. Эти острова милитаризировал, то есть отправил туда военный контингент, там взаимодракетная система ЗРС-HQ-9 с дальностью поражения аэродинамических целей 200 км, с дальностью поражения баллистических целей 25-30 км. Это очень мощная зоинно-ракетная система ЗРС, они были, там дистанционные тургии, зоинно-ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, радиоакционные станции Китай там разместил. Кроме того, есть остров Фаер и Кросс, где Китай, значит, умудрился, даже китайцы умудрились соорудить ВВП, взлетно-посадочную полосу, которая способна даже, по моим оценкам, насколько я изучил спутники ВСМИНИМКИ, по моим личным оценкам, этот аэродром способен даже тяжелый транспортный самолет, китайские копии Ил-76МД, Иллюшин Ил-76МД, тяжелые транспортные самолеты китайского производства, китайская копия этих, вот такие даже тяжелые транспортные самолеты могут приземлиться, доставить туда грузы, человеческие ресурсы и так далее, и тому подобное. Кроме того, там очень сильный, серьезный гавань и порт, который способен применять, в том числе и тяжелые транспортные суда, которые способны доставить очень большое число личного состава военной техники. Все вот это очень серьезно обострило ситуацию в этом регионе. Кроме того, китайцы заняли несколько лет назад атолл, который называется... Сейчас попытаюсь вспомнить... Атолл, ну это, во-первых, скажем, что такое атолл. Атолл это круглый такой остров. Ну, скажем так... Центр которого наполнен водой. То есть атолл это не полноценный остров. Это такая окружность, как вам объяснить... Ну, как видели, значит... Вулкан. Наверное, вы видели, наверное, вулкан. Ну, гора, внутри пустота, скажем так, да? Ну, как правильно говорить. Вот этот атолл представляет из себя что-то вроде вот этого. Это не полноценный остров. Рядом, там, кругом земля. Это, ну, или коралловый остров, или коралловая земля, там, или просто рифы. Рифы. И внутри вода. То есть, по сути, с вашей точки зрения, абсолютно не... Значит, нецелесообразный объект. Вот это такой атолл, который называется... Который принадлежал филиппинам. Филиппинцы его считают своим. Но китайцы его заняли, называют это своим. У китайцев там понятие линия девяти пунктиров. Есть такая... Сейчас попытаюсь вспомнить 20-30-е годы прошлого века. Китайцы объявили Южно-Китайское море своей собственностью. Если я не ошибаюсь, во времена... Поверьте, если не изменять, во времена Мао Цзи Дуна. И вот обозначили свою территорию, как они считают, своей. Линию девяти... И назвали ее линия девяти пунктиров. Так этот остров, вот этот атолл... По сути, это даже не остров, этот атолл... Это затопленные скалы или рифы. Этот атолл... Китайцы его заняли, несмотря на то, что он... Это суверенная часть Филиппин. А Филиппины не способны воевать с Китаем. Ну, сами, наверное, понимаете. Соединенные Штаты Америки отказали в помощи. Филиппинам, но Филиппины примкнули к антикитайской коалиции. Это Вьетнам, это Малайзия, которая очень мощно претендует. Это Тайвань. У Китая отдельные проблемы с каждой этих стран. Я подробно, когда у меня будет время, запишу новое видео и коснусь очень серьезно вот этой вот темы. В Южно-Китайском море. Ну, Китай мечтает взять Тайвань, бать свой контроль. Китай считает Тайвань своим. По сути, Тайвань это независимая республика, так или иначе. У Китая проблемы с Индией. Это одна из самых мощнейших стран Индии. Это ядерная сверхдержава, фактически. У Китая проблемы с Вьетнамом. Это очень мощно. Вьетнам имеет очень боеспособные вооруженные силы в этом регионе. У Китая проблемы с Малайзией из-за вот этих островов, архипелога Спратли. А у Малайзии тоже очень мощная вооруженная сила в регионе. И создается очень серьезное обострение в этом регионе, в Южно-Китайском море. Которое может привести, особенно при администрации Джо Байдена, которая мечтает вернуть пылу славу Соединенным Штатам Америки. Потому что раньше Соединенные Штаты Америки, после развала Советского Союза, властвовали на этой планете безраздельно. А сейчас есть Российская Федерация, есть Китайская Народная Республика, которые расширяют свою зону влияния. И администрация Байдена мечтает сделать то, что у нее удалось администрации Дональда Трампа. Поэтому, в частности, Байден мечтает остановить российско-китайское, в данном случае именно распространение китайского влияния. Поэтому, учитывая все вот эти факты, есть очень серьезные причины думать, есть основания думать, что ситуация может очень серьезно обостриться. В прошлом году Китай и Индия воевали, обменивались, в том числе, артиллерийскими обстрелами. Китай претендует на архипелаги острова, значит, Парасильские острова, которые, значит, очень стратегически важны для Вьетнама. Если Китай сможет занять Парасильские острова, займет Парасильские острова, то для Вьетнама это будет стратегически огромнейшая опасность. Потому что Вьетнам, там есть Аннамские горы, Аннамские хребеты. Но если знаете Вьетнам, Вьетнам, ну, образно говоря, он разделен на две части. Соединяются вот этими Аннамскими корами. Это джунгли, высокогория, непроходимая абсолютно местность. И тот, кто контролирует острова, Парасильские острова, он может все-таки контролировать еще и вот этот Аннамский хребет, или Аннамские горы, Аннамский хребет, и раскалывать Вьетнам на две части. Вьетнам это общая целая страна, но, по сути, две части, Северный и Южный Вьетнам, они разделены вот этими Аннамскими горами, Аннамским хребетом, которые представляют из себя, скажем, если я не ошибаюсь, длина 1300 километров, ширина 300 километров. Это непроходимый город, джунгли Вьетнама, можете себе представить. Если Китай возьмет под свой огневой контроль или просто под свой контроль еще и Аннамские горы, Вьетнам будет разделен на две части. Поэтому вьетнамцы сейчас в лице Соединенных Штатов Америки ищут себе союзников. Ситуация очень сильная. Я сейчас поверхностно касаюсь только этой темы. Это очень глубокая тема, достойная глубокого изучения, поэтому скоро выложу материал еще и об этом. Ну, я думаю, на сегодня хватит. Если есть вопросы, задавайте. И опять-таки, если будут предложения о сотрудничестве, я готов, без проблем. Можете связаться со мной в соцсетях. Есть в Facebook. Можете набрать мое имя на русском. И увидите там мою страницу. Можете со мной связаться. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на мой канал. Если есть вопросы, можете их задавать. Я с удовольствием отвечаю на все вопросы. Всё, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok